Ребята, всем привет! Канал AppViews! Подписывайтесь! Я один из самых веселых магазинов Минске, Матрёшка, сохранивающий эту эстетику СССР. Давайте глянем, что же там и чем он нас порадует. Ну что, заходим и посмотрим. Матрёшка всегда с нами. Подписывайтесь, ребята. Отпил с охота! Подписывайтесь на наш канал! Видите, магазин такой атмосферный. Сохранил дух времен СССР. Сразу смотрю, что сверху ничего нет. Недавно один подписчик написал, что именно вот в этой верхней части, вот обычно здесь машинки Навалин нашел СТХ. Я теперь всегда проверяю. Супер-сокровище. Там вообще, по-моему, какое-то ведро стоит с подкраски. Вот, так что давайте посмотрим. Ну сразу видим, что как-то давно не было завоза. То, что было раньше. Как-то размели, разобрали, ребята. Эх, к сожалению, к сожалению, вряд ли чем-то сегодня вас порадует. Посмотрите, мотоцикл Matchbox. Космос. Цена просто космос. 10 рублей, ребята. Это просто невероятно. Хотя сам мотоцикл вполне себе неплохой. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, если вам мотики заходят. Вот. Какая-то то ли космическая тачка, то ли военная. Посмотрим. Матчбокс, конечно же. Матчбокс. Аэро. Интересно. Часто такое тут встретишь. Вот, кстати, лодочка. Матчбокс. Есть лодки. Я как-то вам показывал прямо с водой, с волнами, а это без. Но тоже береговая охрана, береговой патруль. Вполне вполне себе неплохо. Ну, сход с вилс уж. Какой-то совсем бедненький выбор. Какой-то тут все такое, как видите, староватое. Как я и сказал, обновлений давно не было. Единственный момент, что мне нравится. Тут широкий выбор таких машин. 21 рубль. Елки-моталки. 10 долларов. С буквами Hot Wheels. И можно собрать все буквы Hot Wheels. Вот Эль Камино такой с американским флагом. Вот, например, буква H английская. Вот буква W. Я не знаю, продаются ли у вас такие серии. Это Ford Truck Custom. Значит, W, предположим. Вот, можно так вот выкладывать из этих букв Hot Wheels. Шерри нового. У меня, кстати, вот, по-моему, есть буква T здесь у нас присутствует. Вот. Как вам такие тачки-то? На 50 лет Hot Wheels они продавались. И вот сейчас посмотрим. Так, и Chevrolet C10. Ну, в принципе, в целом эта серия неплохая. Как упаковки, так и машинки. Все такие достаточно яркие, красочные. В таком немного американском стиле. Как видим, сделано в Малайзии. Неплохая детализация. Как сверху, так и снизу. Отличные цвета. Но ценник, ребята, 21 рубль. 21 рубль это просто космобомбы. Ну, я подозреваю, что в этом магазине частенько тоже скидочка бывает процентов 20-30. Поэтому что-то можно посмотреть, что-то можно подобрать именно на скидке. А, возможно, и есть какие-то карты клиента, которые тоже предоставляют дополнительную скидочку. Так, набор Nightburners. Покажу вам, кстати, как вам. Хороший наборчик машин. В целом набор достаточно, насколько я знаю, свежий, свежий. Так, пол матча висит тоже наборчик трешечки. Вот, немного фантазийного. Не знаю, сложно, сложно сказать. Один подписчик из инстаграма мне писал, что тут тоже нашел СТАЖ. Именно в этом магазине матрешка. Там был у нас Lamborghini Siesto Elemento. Вот, но, как видим, пока удача нам не совсем улыбается. Поэтому будем искать. Это все-таки, ребята, интересно. Я считаю, что СТАЖ надо именно найти самому. Это на то, но и сокровище, чтобы его найти правильно. Лайк, если поддерживаете. Пишите в комментах, находили ли вы свой СТАЖ. Подписывайтесь, естественно, на канал для GoPro. Потому что важно ваше мнение. Я буду искать. Я буду искать до последнего. И надеюсь, что все-таки его найдут. Но все-таки, согласитесь, другие эмоции, другие впечатления. Найти и купить совершенно все можно будет по-разному ощущать. Так, смотрим. Тут более масштабные модели. Поезда. Конструкторы. Так, такие вот техник с конструктором. В принципе, видите. Похоже, что это аналог лего. Достаточно недорого стоит. И выглядит неплохо. Вот, кстати, неплохой конструктор. Вот эти аналоги Ситис. У нас есть парочку. Собрали. Без каких-либо сильных трудностей. И, ребята, качество достаточно неплохое. Так. Давайте глянем в этот стендик. Тут у нас, как мы видим, такой стенд более масштабных моделей. Ну, вот многие спрашивали про Уэлли. Вот тут просто рай Уэлли. Рай технопарка. Все-таки, скорее всего, это китайские бренды. А что вы здесь снимаете? Которые... Снимаем. Все. И вот, друзья, на этой светлой, позитивной ноте я хочу прервать наш обзор. Потому что со мной случилась интересная, беспрецедентная ситуация. В общем, снимаю я себе спокойно обзор. И тут слышу такой голос сзади. Снимаете. В одно время мне даже показалось, что, возможно, это какой-то посетитель магазина хочет задать вопрос по моделям. Потому что я как раз рассказывал про Уэлли, про технопарк. Ну, я невольно доснимал, поворачиваюсь. Надеюсь, вы на последних секундах слышали этот тихий голос. Снимаете. Вот отключаю, как обычно, поговорить. Потому что у меня в ходе охот часто спрашивают про модели. Часто даже сами продавцы интересуются, какие редкие, какие нередкие. Проход Филс. Поворачиваюсь. И там стоит то ли охранник магазина, то ли администратор. Ну, то есть, непонятно кто. Видите, так позитивно наш обзор в матрешке начинался. И тут, значит, почему вы снимаете? Что вы снимаете? Ну, я начинаю медленно и плавно ему объяснять, что я, как бы, коллекционер. Я снимаю модели. Я рассказываю о них. Нет. Зачем вы врёте? Такой вопрос последовал. То есть, он подумал, что я якобы его обманываю. Я тут даже не знал, что ответить. Я говорю, ну, мне хотелось сказать, а что вы думаете? Я тут снимаю, какие у вас полы красные в магазине, там, с сссерских времён остались. В квартиру хочу такие полы, вот, и снимай их. Но вы снимали не только машины. То есть, он мне показал, в принципе, свою значимость. Он где-то, видимо, по камерам видел, что там я снимал. Может быть, какую-то часть конструктора там рассказывал. Ну, вы сами видите охоту. То есть, там выбор достаточно маленький был в магазине. Поэтому я, как бы, ну, и поснял какой-то конструктор. В целом, магазин заснял. Если вы мне будете, типа, говорить неправду, вы вынуждены будете покинуть магазин. Я начинаю говорить, что на каком основании, что здесь снимать, во-первых, нет никаких предупреждений. Во-вторых, по законодательству, в соответствии с гражданским кодексом, мы имеем снимать право в общественном месте. Мы блогеры. То есть, как бы, мы начали с ним говорить. Но я вижу, что он не уверен в себе. То есть, я пытался просто выяснить. Мне была интересна именно причина. Почему нельзя снимать? Почему он мне не верит, что я снимаю? При том, я говорил честно, откровенно. Я, в конце концов, сказал, что у меня есть свой канал на YouTube. Что я показываю охоту. Рассказываю о машинах. И мне даже показалось в один момент, почему вы обманываете. Потому что я говорил про Технопад, когда он подошел. Может быть, он услышал, что это китайские бренды. Ну, может быть, да. Может быть, у меня какая-то неточная информация у меня так зародилась. Ну, 100% они сделаются в Китае, если посмотреть упаковку. Но, в конце концов, он все-таки подозревал, что я снимаю не машины, а что-то другое в магазине. Но концовка была вообще неожиданная. Секунду назад он мне говорил, что, типа, вы покинете магазин. Потом, когда я сказал, что я YouTube-блогер, он просто за 3 секунды развернулся и ушел. А, и перед этим он сказал тоже странную фразу. Говорит, если бы вы мне сказали честно, почему вы снимаете, я не то чтобы разрешил остаться. Я бы вам даже, может, и денег заплатил. Да, конечно, ты будешь платить мне деньги. Когда у меня будет 10 лямов на канале. Вы будете приглашать меня. Вы будете платить деньги. Вы будете присылать мне игрушки на обзор. Все это будет подождите немного. Ну, естественно. Это естественно. Вот. Но потом просто в течение нескольких секунд он вот-вот-вот, он хотел меня выгнать. А потом просто развернулся и ушел. И это было вообще, это было просто крайне неожиданно для меня. Я даже не знал, что сказать. Потом я вспомнил, что матрешка, бай, мы общаемся. Они подписаны на меня в инстаграме. Хотвилс Беларусь мой инстаграм. Я даже вишу в их сторис там, в сохраненных сторис, висит ссылка на мой аккаунт. То есть, в принципе, мы как бы давно знаем друг друга. Возможно, администратор, возможно, директор. Ну, ребята, ну, пора привыкать к этому. Мы привносим охоту, по крайней мере, в Беларуси. Мы, наверное, первые, кто с автохотом снимает эти охоты на Хотвилс. Какие-то видосы по Хотвилс сделать. Ну, пора привыкать. Это мода. Она придет к нам. К сожалению, мы первые, да. Приходится с таким сталкиваться. Поэтому, ребята, если вы снимаете охоты, снимать можно, в принципе. Никаких проблем с этим нет. Ладно, возможно, объяснить, пояснить. То есть, я в рамках доходчивого объяснил. И человек взял, просто ушел, ничего не сказав. Ничего не предупредив. Я думал, он может там скажет, что в конце концов нельзя снимать там. Ну, или снимайте аккуратно. Никого не было. Ну, видимо, он просто сидел, да. Посетителей не было. Хотел показать, что вот там, может быть, он там работает, что-то делает. И тому подобное. Но он взял просто и ушел. И все, я потом его даже не мог найти. Где он взялся? Откуда он вышел? То есть, это было для меня интересно. Поговорил с продавщицей. Машин было мало. Выяснил, что прихода давно не было. Будет примерно через недельку можно будет заехать. Ну, цены, как я говорил, там высокие. Поэтому матрешка бай. Если вы администратор, если вы охранник, может быть, начальник охраны. Ничего личного. Мы просто снимаем тачки. Мы просто снимаем блоги. Мы любим тачки. Обвьюз. Тем более, всегда на связи. Поэтому всегда обращайтесь. Да. Я даже рад просто рассказать о вашем магазине. Показать. Показать ассортимент. Все откровенно. Просто где-то свое мнение высказать. Где-то в общем и целом. Ну, никаких проблем. Всегда можете обратиться. Тем более, старый магазин. Я тоже давно в нем бываю. Виктор Автоход тоже часто его посещает. Поэтому всегда на связи, как говорится. Вот такая история. Ну, а сейчас мы продолжим охоту. Напишите в комментах. Может быть, у вас тоже. Какой интересный бренд появился. FastWheels. Впервые в истории ребята ко мне подошел охранник магазина и поинтересовался, для чего я снимаю. У меня как бы свой канал. Я рассказал об этом. А FastWheels мне почему-то долго не верили. Как будто бы, говорит, скажите правду. Какая может быть правда. Единственное, что я могу порекомендовать, это подписаться на мой канал, посмотреть видео, поставить лайк. По моделям как бы, аж ничего такого. То есть, снимаю то, что вижу. Для вас показать своим зрителям определенные модели, определенные бренды. То есть, ничего такого сильно криминального нет. Рассказываю о машинах. Ну, тоже интересный опыт. Интересный опыт в съемках. Вот, как бы это общественное место. В принципе, снимать можно и... Ничего, я считаю. Да и, наверное, законодательство считает, что ничего зазорного в этом нет. Так, тигр. Газ тигр. Это... Это получается у нас... А, модель от газа. Такая военная, интересная. В принципе, неплохо смотрится. Нива. Легендарная. Ну, видите, здесь больше-таки масштабные модели. Но масштабные круто. ГЛЕ купе. Тоже хорошие-хорошие тачки. Так. Что еще по технопарку? Хаммер. В принципе, неплохо. И немного поездов. Вот. Немного трамваев. То есть, вот что мы здесь имеем. Так. По машинам, по машинам. Так. Посмотрим. Троллейбус. Ну, у нас такого есть плана по технопарку автобус. Вот. Есть экскурсионный автобус. Есть. Ну, такие более китайские модели. Более простые. Дайкас называется. Вот тут уже у нас представлен по технопарку формат 164. Но здесь более... Выбор хуже, хотел сказать. Выбор гораздо хуже. Вот. Немного есть спецтехники. Строительная техника. Тракторчики. В принципе, можно что-то подобрать. Но. Да. По 164. Выбор совсем не очень. Не очень. Вот. Так. Что вот такие вот были у нас сегодня интересные съемки. С вами посмотрели. Вот. Кстати, многие спрашивали, что такое Kingsmart. Kingsmart это тоже бренд. Модели. Очень часто я вижу все-таки более масштабные модели от Kingsmart. И они, наверное, здесь вот у нас представлены в формате 1.32. и Hummer, и Z4, и Chevrolet. Есть, значит, еще такой бренд появился. Классическая машина. А они. Классическая машина. Инерционные модельки. Вот. Более. Масштабные. Более. Масштабные. Более. Ну что. Вот по дорогам мира еще есть определенный бренд. Welly Next. Вот такие вот. Такой вот. Сегодня была с вами необычная охота. Матрешка. Магазин. К сожалению, не нашли СТАЖ. Но. Побеседовали с охраной. Объяснили все. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк. Опьюз. Всегда на связь. Субтитры сделал DimaTorzok